Продолжение следует... В 3 часа это у нас реально и уложится, с 10-минутным перерывом по серединке. Так что, если действительно вы хотите отлучиться на какое-то время без проблем, вы можете просмотреть все это в записи, которая вам доступна в течение двух недель после окончания занятия нашего сегодняшнего. И у вас есть детальный конспект, много времени он мне отнял, и, соответственно, он остается с вами навсегда. Хорошо. Ну, сегодня мы поговорим про шедевры мастеров природной фотографии. Сразу говорю, что это не попытка создать некий список лучших авторов. Такая попытка сразу лишена смысла, вообще сама идея, поскольку мы не упомянем тысячи имен, да, и достойных, заслуживающих внимания, иначе это не 3 часа, это 3 месяца придется тут сидеть. Безусловно, существует колоссальная разница в видении кадров, в построении, в технике съемки. Что-то незаслуженно забыто, что-то, наоборот, я считаю, что имело бы смысл забыть, да. Но, в любом случае, список ни в коей мере не означает, что вот именно это и больше ничего. Нет, конечно же. Какие-то мешки основной материал. Вообще, у всех своя точка зрения, что называть хорошим природным кадром, ну, конечно, это не просто там мини-карточка, да, с прямой линией горизонта, или там разбиты по третям, безусловно. Мы сегодня будем говорить вообще вот про основные тенденции, про, начнем с исторических экскурсов, и про основные тренды, скажем так, которые, я считаю, что до сих пор работают. Ну, безусловно, искусство и мода, они идут по спирали. Каждые там 15-20 лет, в зависимости от скорости продвижения эпохи, тенденции меняется на противоположную. Все возвращается на круги своя. Люди забыли, что было раньше, начинается вот постмодернизм, и все возвращается. Мы попытаемся от самых истоков пройти и посмотреть, что у нас до сих пор популярно. На самом деле, это популярно, и мы, возможно, уже там более 100 лет. Ну, хорошо. И еще такой момент. В нашем сегодняшнем фоторяде какие-то работы будут не самыми лучшими от текущего обсуждаемого автора. Дело в том, что найти в интернете работы в Хайрез, а поскольку мы вещаем в Хайрезе, крайне сложно. Все авторы, даже те, кто уже умер, точнее их наследники теперь, пытаются основные работы в хорошем качестве прятать в офлайн, выводить все это на печать. Коммерция рулит миром сегодня. Но я постарался найти интересные образчики, поэтому, конечно же, то, что я буду показывать, не претендует на эксклюзивность подачи материала данного автора. Пикториализм. Конец 19 века, который, в принципе, и начинается как природная фотография. Так тоже принято считать. В 1953 году английский художник Уильям Джон Ньютон говорит, что фотокамера способна выдавать художественный результат. Точка. Причем, если мы кадр сделаем немножко не в фокусе, тогда у нас фактически какие-то области будут размыты, появится ощущение мягкости, объема, то есть подражание, пикториализм, подражание тем самым картинам, как художник пишет маслом или акварелью, то есть пикториал, как художественный. И основной вопрос, который витает, фотография это что? Это инструмент для фиксации, это ли это все-таки инструмент для некого художественного воплощения замысла? Смотрите, 1994 год, венецианский канал, Альфред Штеглиц, американский фотограф, мастер пикториализма и один из первых, кто начал позиционировать фотографию как форму искусства. Берем фотографию, да, есть основные объекты, которые, ну, на самом деле тут немножко авторы лукавят, объекты все-таки в фокусе, но это одни из первых фотографий, которые допускают нефокусированные области на переднем плане, то есть отражение, а это все-таки мы считаем, это большой формат, 8 на 10, отражение мягкое, падающее на передний план, отражение мягкое же, уходящее туда в глубину кадра, есть очень узкая фокусировочная область, проходящая по лодкам по центру кадра, и получается, что у нас объекты выпрыгивают на зрителя, а все, что уходит в отражение вниз и идет вверх, оно как бы растворяется, уходит в глубину. Штеглиц считает, что основное, что в кадре должно присутствовать, прежде всего, это атмосфера, которая является средой, в которой фотография наша проявляется. То есть, если мы хотим увидеть настоящую ценность фотографии, мы должны добавить атмосферу, то есть то, что мы видим в природе. То есть атмосфера смягчает все линии, ну действительно, так и есть на самом деле, да, формирует более мягкий переход из света в тень. Если мы рассматриваем некий предмет с удаленными очертаниями, с мягкими контурами, мы понимаем, что объект находится далеко. Соответственно, если мы говорим по аналогии, то атмосфера в природе это то же самое, что тон в изображении. Это основная мысль, которую Штеглиц пытался донести до аудитории. И вот если посмотреть на примеры фотографий, действительно, вот эта вот размытая, идущая в отражении в двойном плане вниз уходящая вертикальная линия, она добавляет в кадр не просто настроение, она добавляет объем. Поскольку мы видим глубину, и объекты читаются по форме, но не доминируют в кадре. Это интересная вещь. Причем, если рассматривать вот эту левую вертикальную кадровку, вообще очень много вертикальных линий в его работах, и, пожалуй, из того времени он был одним из первых, кто начинал вертикальное кадрирование в природных кадрах. Если посмотреть на эту работу левую, видно, что снег, идущий вот такой косой диагональной составляющей, добавляет в кадр динамику, тоже очень важно. Это что касается вот этой мягкости, и, в принципе, вот эта атмосфера, это еще и издержки технического толка. Все-таки первые камеры, они обладают, ну, прямо скажем, не самой лучшей технической составляющей. Это связано и с оптикой, это связано и с тем, что инженерная мысль же недостаточно развита в этом направлении, но как эффект этого можно добиться вот этими мягкорисующими объективами, фильтрами, опять же, обработкой позитива, если мы говорим про печать, это бихромат и соли серебра, часто уже ушло, да. В наше время это скорее светосильные объективы, и какие-то размывающие фильтры, это по-прежнему работает. И вот этот пикториализм, да, этот живописный, художественный, он по-прежнему в тренде, скажем так, особенно сейчас на Западе. Если все-таки говорить про цвет, да, то цвет появляется в 1861 году, да, но пионером, который действительно донес это все, был наш там соотечественник, это Прокудин Горский, думаю, многие знают его работы, но вдруг, если нет, в конспекте даю ссылки, это фотограф, изобретатель, путешественник, ученик Менделеева, фактически это вот пионер цветной фотографии мировой, один из. Ну, честно, вот я отсматривал материал уже много лет назад, который тоже, ну, когда я увидел первый раз, я, честно, я офигел, потому что работа поражает даже сейчас. В принципе, вот работу такого класса можно сделать нашей современной камерой, ну, там, где-нибудь, не знаю, там, в Непале, да, ну, без серьезной обработки, в, там, днем, когда небо сизое, да, идет проработка кадра. Причем, смотрите, поскольку выдержки все-таки длинные, там, 1-2-3 секунды, вода немножко замершая, это все-таки не резкая вода. Автопортрет, 903 год, идущая диагональ, выставленный объект, идет дальний план, план за планом уходит в глубину, то есть вещи, опять же, пришедшие из художественного. Пример его серии «Дереволюционная Россия», 903 год. Я сейчас просто увеличу один из фрагментов, да, этого кадра. Ну, посмотрите, честная проработка цвета, ну, да, там, храм на горе, деревня, ну, современный кадр, по большому счету, а ему 110 лет. Что касается печати, опять же, да, вот, он был одним из первых, кто, в принципе, вообще занялся печатью, вот этой вот позитивной печати, контактом, вот, ну, это тоже, там, первые года 20-го века. Причем, если посмотреть его работы теоретически, он автор первой работы о фотографировании падающих звезд. Вот те самые треки, о которых мы все знаем, да, это, собственно, его наработки изначальные. Вот, и принципы воспроизведения света, опять же, это его тема. Я в контакте даю ссылку на библиотеку Конгресса, которая выкупила у наследников основной материал, отсканировала его в большом качестве, там идут тифы по 46 мегабаев, тоже рекомендую для самостоятельного изучения, ну, в качестве анализа это очень интересно. Смотрите, ну, мы понимаем, да, что большой формат означает очень большую проработку, в принципе, резкости по глубине, и реалисты этим пользовались многие годы, но, если глянуть на работы, опять же, начала 20-го века, вот, Прокудина Боровского, фокусировка по цветочкам, да, элементам переднего плана, очень мягкая размывка, уходящая в глубину, то есть диафрагма открытая в кадре. Ага, ну вот, Алексей пишет, Жмурков, что в Прокудине Горском Парафенов сделал фильм «Цвет нации, рекомендую». Да, ну вот, я, к сожалению, его не видел, да, больше по интернет-материалу могу судить, но вот у меня был шок, честно скажу, я не ожидал, что цвету на самом деле больше 100 лет, вот, и, ну, когда ты начинаешь в этом копаться, ну, просто челюсть падает, потому что многие вещи, они до сих пор актуальны, и так же отсматриваются, как и раньше. Ну, хорошо, это что касается вот этого цвета, ну, там, по-моему, еще, да, еще одна была работа, но одна из самых интересных серий вот у Прокудиногорского «Революционная Россия». Он проехал под патронажем от русского географического общества и императорской семьи, проехал по России и отснял деревню, как оно было просто, у него тысячи работ. Ну, смотрите, стандартный такой, да, вид из русской глубинки, который, в принципе, есть и сейчас, ничего не поменялось. Но, если мы говорим про компоновку кадра, у нас явный объект, идущий с отражением, работающий в паре, опять же, на контрапункте идет резкий домик в кадре и его мягкая форма вниз уходящая, соответственно, сразу двойная притяжка внимания. У нас есть некислотный, да, тоже, казалось бы, да, вот, там, сканирование, да, но некислотное небо, ну, чуть-чуть в зелень уходящая, я уже не взял на себя смелость выправлять этой цветокоррекцией, все-таки, ну, вещи такие уже, я посчитал-то светотастом, честно скажу, да, как есть отдал, но, скорее всего, это связано просто уже с тем, что с годами работа потеряла цвета. Но, как бы то ни было, честная передача цветов, очень важная, никакой кислоты. Явно закатный мягкий свет, проработанные тени, вот, и очень такая пластичная картинка, которая вместе с тем резкая. Ансель Адамс, американский фотограф-природник, легенда мировой школы природной фотографии, тут вообще к бабке не ходи, это никто не будет спорить, основатель группы F64, то есть максимально, группа носит название, максимально поджатой диафрагмы, да, основные рабочие серии у него были связаны прежде всего с видами американского Дикого Запада, в основном работал в парке Юсимити национальном, американском. Известен вот тем, что с Фредом Арчером, ну, известен, да, чем он вошел в историю, как именно новатор, тем, что в 1939 году совместно с Фредом Арчером он разработал, называемую зонную систему, которая позволяет оценивать связь между реальным миром и его отображением в кадре. Причем, это возможность контролировать тон, динамический диапазон кадра, качеству, подачу материала. В основе лежит правильное экспонирование и культура съемки и обработки. То есть, Адамс стал говорить, что одно дело мы сняли кадр, но мы должны его еще обработать правильно. То есть, зонная система эти вещи тоже учитывала. В принципе, мы используем ее по сей день, когда я читаю курс по тому же Lightroom, по обработке, мы начинаем наши занятия, вот первый самый, с того, что мы ныряем в зонную систему. Сейчас покажу вкратце совсем. Работа Адамса, Луная полукупол, шестидесятый год, фотография сделана с использованием сильного оранжевого фильтра, который повышает контраст. В принципе, Адамс был пионером в повышении контраста в кадрах, чрезмерного вот такого, для того, чтобы добиться драматики. Это то, чего раньше не делали. Вот эта фотография, публикованная в шестидесятвером году, по-моему, считается, канонической работой Адамса. Много существует ее версий, да, с разной оптикой, но основное, то, что экспонировано, велось изначально по самым важным цветовым пластям. Нет ни перепалов, ни завалов, ни в тенях, нигде. Ну, вот Адамс на фоне одной из своих работ, и вот все, что он обрабатывал, по большому счету, то, что он снимал, во-первых, обрабатывал, во-вторых, он позиционировал с точки зрения зонной системы. Эта зонная система, вот уже сколько поколений, да, она используется по сей день, уже сказала, сколько поколений фотографов учатся на ней анализировать кадр прежде всего. Вообще, Адамс был мастером выслеживания кадра, то есть, он показывал, как было, да, с действительно очень большой глубиной резкости, и в то же время умудрялся добавлять мягкость. Он окучивал одно и то же место, там, ну, в течение многих дней. Он просто, он вымерял угол прохождения солнца, ловил состояние природы, там, освещенность, то есть, пытался все это в один шедевр совместить. То есть, как я уже сказал, то есть, потрясающая глубина резкости, четкость в деталях, при этом, мягкая проработка тонов. Ну, если упрощать, это правдивая, честная фотография, совершенная в техническом исполнении, если хотите. Вот, это одна из последних его фотографий, он умер в 84-м, по-моему, году, или 82-м, 84-м, по-моему, году, да, одна из последних его фотографий на фоне его работы «Восход на Луна-Над-Эрнандес». Это первый год. История кадров. Адамс ехал по шоссе, там, на юг, и вдруг слева он смотрит неизбежный кадр, то есть, он видит потенциальный шедевр, потому что, ну, вы, наверное, знаете это состояние, когда, вот, я знаю, что будет шедевр, сердце гражит, там, лапки трясутся, срочно бегу снимать. Он бросает машину, он в автобиографии писал, я, говорит, чуть не угробил автомобиль, бросает машину, хватает свой этот 8 на 10 аппарат, кричит своим, нему туда на точку съемки, меняет оптику, руки дрожат, ну, я очень хорошо это представляю состояние, он четко понимает, что хочет сделать, то есть, он понимает, что ему нужно, чтобы была грамотно проэкспонирована Луна, чтобы уходящее закатное солнце не перепаляло облака, вот тут кладбищенская стена и надгробие в глубине, он пытается экспонировать по Луне и по самым светлым участкам. Причем интересно, он тоже писал, что руки дрожат, он поставил уже оптику, фильтр и не может найти экспонометр, и он по памяти, примерно понимая, что там, как можно Луну проэкспонировать, он выставляет настройки, одна секунда, там, при диафрагме 32, вот, и делает кадр, понимает, что фотография, в принципе, удается, но, естественно, ни одной фотографии, он хочет повторить, но пока он пленку, там, перезабменял кассету, пока все это, это не сейчас, там, класс, 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 да, пока он перенастраивал, свет стал уходить, и он говорит, что стал уходить, прежде всего, блик с крестов, вот тот самый светлый участок, вот, он опоздал на пару секунд всего, потом, уже постобработкой, он вытаскивал, вот именно с крестов, этот отцвет, биографы говорят, что у него на постобработку, вот, внимание, так, вопрос о том, нужно ли фотографии обрабатывать, нужно, уходило до 40 времени общего, затраченного на фотографию, он запирался в лаборатории, там, корпел над каждым снимком, вытаскивал малейшие нюансы, там, где-то, там, повышая контраст, там, хагрея, как старые печатники знают, то есть этот, ну, действительно, ну, просто это вот, танцы с бубнами, весь этот процесс.